Дьявол прячется в мелочах И самое главное здесь конечно же слово кастом Ибо сейчас это целая линейка огромное оружие И дорогие разработчики я все еще жду ваш варфейс кастом Я прямо чувствую что до самой игры тоже дело дает А теперь по серьезному Вы знаете на эту пушку многие не обращают внимания как будто бы ничего и не вводили Оно и понятно судя по ТТХ это плюс-минус тот же G28 или скажем снайперский кобаль И вы знаете точно такое же мнение о пушке было и у меня Ну пушка как пушка Ну и что что коллиматор Ну у кобальта тоже ведь коллиматор есть Однако потом я решил ее попробовать Первые пару каток мне показалось что в общем-то действительно колоссальной разницы между ней G28 и кобальтом нет Однако потом в процессе так сказать многочисленных каток я немного изменил свое мнение Вы понимаете ее прицел очень быстро и хорошо зумит А огонь очень стабильный Это позволяет ей укладывать пули в очень маленькую область И получается это извините меня даже эффективнее чем с кобальтом Ну кстати у кобальта прицел тоже топ Базару нет мой друг Кобаль тоже хорош У него тоже охрененный прицел малой кратности Но все-таки по этой части М4 Марксман Кастум переплюнула своих так сказать предшественников Она качественно сносит противников с двух пуль практически в любые бронежилеты Обладает очень слабой отдачей Очень приятным прицелом кратности всего лишь 1.2 И на фоне вот этого всего хочется сказать только следующее Наконец-то Слушай я заметил какую-то тенденцию Опять все в Варфейсе упирается в отдачу Капитан очевидность Дело понимаешь не столько и не только в отдаче Важно как бы соотношение всего вместе Это важно И темп стрельбы И отдача И прицел какой он кратности И какая скорость зума Все это имеет значение И к сожалению друзья Наши разработчики долгое время все никак вот не хотели сделать пушку действительно годную Помните друзья Эчка Какие были надежды на него Как они возлагались прямо людьми Я ведь кстати был одним из людей кто советовал Просил разработчиков ввести такое оружие Полуавтомат Годный Мощный Знаете Что-то а-ля Энфилд Только полуавтоматический По одному патрону Ну очень точный Безотдачный В итоге мы получили Эчкар кастом Который своей отдачей Ну просто может не знаю Пукан на орбиту отправить Своей нестабильностью стрельбы Потом разработчики скажем так и немного посмелели И таки ввели нам G28 Пушка годная Пушка хорошая Но минусом было то что у нее огромная моделька которая закрывает пол экрана Да и все таки кратность прицела 1.8 у нас там по моему да Это все таки или тройка я не помню Но это все таки не то Понимаете это не то Когда я говорю коллиматор мы говорим коллиматор Прицел малой кратности это где-то от 1.2 там до 1.5 Это годно Потом наступила эпоха кобальта И я думаю кстати она в том числе и сейчас конечно же будет продолжена Кобальт все эти недостатки учел Он стал хорошим более стабильным в стрельбе Приятным качественным нагибным И вот наконец-то у нас появилась винтовка Которая вот полностью соответствует всем тем требованиям О которых я говорил У нее действительно практически вообще нет отдачи Но на самом деле можно было еще меньше отдачи сделать Да ничего страшного если есть пушка у которой практически вообще нет отдачи Она такая должна быть Это ведь полуавтомат Эта штука точно надо стрелять Это же даже не отсечки И геймплей с новым М4 И знаете такой вот приятный, скилловый Вот именно марксман То есть ты такой точный стрелок Который стреляет по одной пульке Целится, прямо нагибает Магазин позволяет в принципе расправиться с двумя, тремя, а то и четырьмя противниками Без проблем Зумить с нее стрелять Очень и очень приятно И я призываю наших разработчиков Не бояться вводить такие винтовки Не бояться делать такое оружие Но в самом деле имбы не получилось Да друзья Это не имба однозначно Выходить на болтовщиков очень больно Да и тягаться сильными штурмовиками тоже Очень и очень нелегко Но все-таки играть с ней кайфово И нельзя сказать, что оружие слабое Оно такое, каким и должно быть Это оружие фановое Чтобы побегать по паблику По каким-нибудь штурманам, не знаю, мясорубочкам Командные бои Пострелять, покайфовать Немного вот вырваться из этой рутины Одних и тех же пушек Одного и того же геймплея Одного и того же сука РМа И просто насладиться игрой Ведь все мы когда-то пришли сюда Просто чтобы насладиться А не для чего-нибудь Прокачать боевой пропуск Непонятно зачем Потому что эти призы ты толком В боевом пропуске особо использовать Большинство не будешь А после этого боевого пропуска Появится новый боевой пропуск И ты снова, так сказать, выйдешь в игру На работу Снова качать боевой пропуск В ахуе просто Куда катится индустрия? Мы уже сука и позабыли Из-за чего мы здесь все оказались? А ведь мы оказались просто из-за геймплея Ну реально лет 10 назад Какие боевые пропуски? Да и рейтингов в большинстве игр не было Нам просто нравился геймплей И тогда, понимаете, акцент всегда Все разработчики делали на этом А они делали геймплей И каждый сука думал Как сделать его интереснее А не нарисовать покрасивее скины Ебуке ж тебя опять куда-то понесло Лучше скажи Будешь собирать или нет? Да, ты прав, капитан очевидность Что-то понесло Что касается собирать Я тебе скажу так, капитан очевидность Если бы я играл в Warface Я бы с удовольствием бы фанился с этой пушкой Друзья, однозначно Стоит, как бы прямо вот Ну реально стоит ее собрать Если вы хотите пофаниться Нет, это не ультимативное решение Нет, это не для того, чтобы тащить на РМах Нет, это не что-то такое Это просто пофану Для себя Для души Ради того самого геймплея Геймплея Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова